всем приветствую дима хиллер на микрофоне он же у аппарата сегодня тему хочу поднять интересно меня спрашивают куда ты пропал чем сейчас занимаешься я никуда не пропал я вот здесь чем занимаюсь изучая буфаль вариус посвящая время своему хобби своей семье сейчас я чем занимаюсь но после ранних подъемов я переключиться захотел мне хотелось на 80 дней ранние подъемы кстати вот 40 дней вот здесь можете видео найти и я такой думаю чем бы еще заняться и очень мне захотелось еще 80 дней подыматься такой думал да не что-то новенькое бы и я решил пообщаться 50 дней с ангелом хранителем ну с личным ангелом хранителем и молитвы добавить молитвы у меня особенные безусловно вот я ничего не имею против религии христианство и прочих направлений у меня свои в общем что мне вообще это дает ну я вижу как это действительно работает потому что интуиция все что с нами происходит то что мы предвидим предчувствуем на самом деле с нами так общаются высшие силы плюс ну как каждому человеку открыто сверхвозможности спецспособности у каждого да как у героя варкафте свои особенности есть просто очень просто и легко сказать что в этом пехотинец или водолаг обычный те кто играл варкаут поставьте пожалуйста лайк сказать то что да я простой человек чего у меня ничего же нету но тут дело в том что здесь необходимо постоянство знаете но толку то что вы знаете перечитали весь молитва слов все молитвы а потом дальше обратно живете думаете да ничего такого нету только вера в доллар в пистолет в черный машину вот это настоящая валюта ну знаете до поры до времени пусть у каждого будет по своему я для себя нашел и понял что действительно сила духа это и есть то как сказал один поэт лучшая валюта на самом деле так и есть неважно где вы окажетесь это вам всегда и везде поможет и подскажет наши молитвы у каждой национальности есть действительно свои молитвы и родные не исковерканные там знаете какими-то нлп фразами нлп цитатами есть действительно настоящие молитвы общения с богом то есть можно их читать у каждого свой канал мне вот сейчас захотелось почитать но я также могу посмотреть на природу полюбоваться и поблагодарить за то что я вижу это есть тоже форма молитвы то же самое и тревожность и беспокойство это тоже форма молитвы но это более минусового характера за собой носят также получал вопрос а как ты определяешь ангел-хранитель или ты с бесом общаешься это уже видно да человек любит спецэффекта любит больше зрительный образ на самом деле тут очень классно это как но все говорят ясновидение то есть ну что такое ясновидение то есть ясное видение то есть ясное слышдаêне ясное чувствование то есть это все чувства которые у вас есть плюс интуиция то есть интуиция активирует у вас все если нашуствоне то есть у меня происходит новый не не скажу что ясно видение но внутренние видения ко мне приходят и она приходит вот таким моментальным моментом и сразу все становится ясно и понятно плюс очень большое внимание чувства ясно чувствование я бы сказал настоящие ангелы до бывает то что из мира инфернала из мира астрала приходят под видом светлых соблазняют людей или там говорят всякие там найти околесицы но настоящие ангелы никогда в лицо не приходят никогда вот так вот откровенно не заявляют о себе потому что человек он пугается этого всего и ангелом приходится принимать какой-то такой облик который более знаете преемственен для них там с крылышками они вообще по-разному могут выглядеть иногда могут в виде света источника приходить иногда просто ощущение но повторюсь как чтобы не перепутать можно до задавать вопросы спрашивать светлые силы всегда говорят кто они с какими намерения они пришли и во вторых они никогда не пугают они не приходят вот так явно тип ну что ты меня звал друг я пришел давай говори мне это астральный мир пришел на самом деле он ангел хранитель аккуратно подходит не зря их рисуют с крыльями да повторюсь они выглядят по-разному но вот именно их не поддержка которая окрыляет которая защищает как мама птенчика крылышками это тоже неспроста смотрите тоже вглубь образов не просто на знаете на картинку вглубь картинки именно что картинка несет какой образ за собой вот молитвы да тоже укрепляют веру потому что много людей на самом деле в моем окружении в современном мире считают что что-то вот навороченное последнее вот именно деньги материальное даст силы энергии но я очень много уже пообщался проконсультировал людей и увидел что действительно это но не моя приехать не моя вот то что таким людям не хватает внутренних опор внутренних духовных опор чего-то вечного чего-то мощного потому что сейчас век современный гиг экономики все меняется буквально за три за полгода то есть то что раньше учились пять лет можно идти на эту профессию через полгода она уже устареет вот и чтобы как-то знаете чувствовать себя уверенно необходима внутренняя вера реально внутренняя вера я не побоюсь этого внутренняя внутренний дух внутренний стержень он везде вам поможет вот в третьих то что я достаточное количество общаясь людьми очень много людей несут за собой такой шлейф из социума таких как энергии энергии зависти энергии там похоти энергии там сребролюбия энергии там не очень гармоничных состояний я не говорю что они плохие я святой я для этого вот действительно чистю чищу сидел в практике омовение делаю знаю ребята с кем я общаюсь тоже заниматься этими практиками более плотненько с кем не общаюсь тоже занимается этими практиками тоже знают про молитвы то есть это не то что там знаете бабушка сказала над молиться вы молитесь то есть люди уже увидели это то что поняли они работают молитвы и ангел-хранители и все светлые силы когда у вас есть постоянство так раз-два это это не про них они одновременно с этим и веру ваш взращивают потому что по ходу жизни вам придется иметь дело с разными людьми не всегда светлыми есть такие люди которые имеют знаете минусовые качества и очень сильные и так что можно пойти на поводу у этих людей можно просто пригорилиться допустим о чем говорить вот залезьте в новости телеграмм на любой на вас то есть новостной источник и просто не подвергая критике без критического мышления просто прочитайте новости побудьте там минут 15 а потом проанализируйте какое состояние было до и после информация очень сильная такая мощная знать есть качество что она если человек кушает если человек устал если человек только проснулся он более у подсознания раскрыта и вот всякие каловая масса из соцмедиа очень легко заходят него и потом эти вы каловые массы про застают такими знаете скалами и получается на теле человека вырастают такие наросты от которых действительно кажется сложно избавиться но для этого повторюсь необходимо знать и постоянство усердие в постоянстве то есть вы берете в одно и то же время молитесь не знаете кому молиться пообщайтесь с ангелом хранителем попросить его помощи поблагодарите в конце концов потому что но в основном люди все молятся и обращаться к ангелу хранители когда у них там плохо когда они там что-то надо да да и чё говорить про ангел хранитель просто посмотрите на человеческое общение плюс-минус такая же проекция на мир идет там в церкви какие-то общения с учителем общения с ангелом хранителем всегда чего-то не хватало люди имеют такую тенденцию им всегда чего-то не хватает почему чего-то не хватает даже повторюсь не хватает у тех у кого все им тоже не хватает а не хватает именно вот этой верой потому что она исковеркана религиозными течениями всякими фанатичными течениями всякими социальными медиями для чего это сделано ну для того чтобы как банально не звучало укрепить ваш дух потому что земля это школа для души то есть вот как институт знаете куда вы идете за профессия на пять лет там на четыре года бакалавр специалист кто там еще аспирант аспирант по моему вот и вам кажется что все это прошло вот земля это вся жизнь такая тут будем учиться будем экзамены сдавать то же самое как мне кто-то говорит а ты что сейчас грибами не практикуешь повторюсь я практикую но у меня здесь такой список лежит катера потихонечку исполняю до вожу до конца и когда я все сделаю в этом списке тогда я могу спокойно идти в следующее погружение то же самое как кто-то говорит я спокойно могу там 20-30 грамм грибов съесть но в течение дня вообще я взрываюсь на близких не могу найти работу не верю в себя не верю ну не верю вообще все что вокруг происходит но человек себя не верит вот как мне также проходить жизнь как грибное путешествие ну повторюсь если подходить грибному путешествию кривом погружения правильно вы наработаете классные навыки а если подходить к этому просто как покушать классно провести время показать что ты крутой не вынести никаких уроков вы опять вернетесь даже еще на хуже состояния потому что необходимо вырабатывать внутреннюю знаете внутреннюю крепость внутреннюю волю внутренним внутреннюю решимость решительность для перемен потому что увидеть в погружении понять решить для себя это одно начать делать это совершенно другое и порой может с 1 раза не получится и со 2 может не получиться то может из 10 раза не получится для этого необходимо такое чувство что у меня получится неважно сколько раз я это буду делать у меня получится возможно вам стоит пересмотреть какие-то методы которые вы применять свою жизнь возможно что-то новенькое надо изучить возможно вам просто не хватает уверенности в том что вы делаете веры может это не ваше дело чтобы это действительно понять можно ходить к специалистам можно сходить на консультации но я не прекращу повторять что очень классно получать подсказки от своей интуиции получать подсказки от ангел-хранителя от своего рода рода вот потому что до вас люди сталкивались с этими ситуациями в наше время люди сталкиваются с этими ситуациями и после нас люди будут с этим сталкиваться то есть есть такие ситуации которые на этой планете как вы знаете на уроке физкультуры есть маты есть турник он всегда есть он всегда был он всегда будет то есть он для того чтобы у вас были была крепкая спина были крепкие руки баскетбольный мяч и для того чтобы вы выросли для того чтобы научились играть в команде возможно вы индивидуальный урок там тоже свой индивидуальный игрок там тоже есть свои элементы но для этого необходимо понять что эта жизнь дана нам для роста и до на не так что все же страдать а то что блага, они рядом присутствуют, но также с этими благами присутствует и возможность вырасти духовно, материально, физически, во всех планах, всех аспектах. Ну, для этого вам необходимо общаться со своим внутренним и духовным начальством, наставниками. Для этого они любят общаться с теми, кто взял и довел до конца. Поэтому я вот и пошел на 50 дней, вам бы тоже порекомендовал бы дней на 20, на 30 начать молитвы читать, именно пообщаться с собой, пообщаться со своей душой, пообщаться со своим сердцем, просто уединиться в тихом месте, дома включить свечу, вот как у меня сейчас горит свеча. Я бы с удовольствием вам отправил, я видел, да, ваше сообщение, но, к сожалению, через границу не пускают медосодержащие, бласкосодержащие, воспламеняющиеся предметы. Вот. Поэтому огонь в сердце, он у вас и без меня есть, но вам необходимо самому найти этот огонь, зажечь его, поверить в себя. И чем сильнее ваша вера будет, тем мощнее будет огонь, и на этот огонь будут приходить люди, на этот огонь, ой, у меня ж мурашки, на этот огонь, он именно огонь внутреннего сердца. Внутренний огонь вашего сердца будет исцелять отношения с самим собой, наполнять любовью семью, исцелять семью, исцелять отношения вокруг с людьми. То есть мы вечно с вами точно не проживем, какое-то временном точно здесь уготовано. И поэтому примите как за дар то, что вы живете, то, что вы можете это услышать, то, что вы слышите, о чем я говорю, то, что у вас, в конце концов, есть телефон, интернет, то, что вы понимаете, о чем я говорю, и примените, пожалуйста, это в жизнь. Потому что, ну, все равно у любого материалиста приходит такой момент, что он опирается головой в потолок, то есть невидимый потолок. Вот. Тут как раз-таки приходит время для духовных практик. Вот. А самое важное, чтобы иметь внутренний огонь, это самому для себя найти его, самому для себя зажечь его и сделать это личностной практикой. Поэтому шестой день сегодня, я хотел завтра записать этот день, символичный, седьмой день, но шестой день это тоже символично, это как раз шестое чувство. Вот. Все как раз, тут и кошки, и собаки, сейчас стоит у собаку гулять. Вот. Был рад вам сегодня это все передать, рассказать. По консультациям также все в силе, пишите мне в личные сообщения. По погружениям я более скажу, что ответственно необходимо подходить, что там достаточно, это не просто так съел за гаражами и увидел, из чего жизнь состоит. Даже если ты увидишь это, необходимо в жизнь воплощать. Чтобы воплотить, нужна не только сила, не только мотивация, но нужна еще и вера. Поэтому начинайте более с таких фундаментальных, вечных вещей, находить их внутри себя и практиковать. И потихонечку переходите к более такому, более сильному, более новому. То есть фаза роста, она у всех у вас есть. Необходимо просто придерживаться этой фазы.